Сознание Приятно снова быть с вами. Добро пожаловать. Большинство из вас я не видел с четверга. Долго. Все в порядке. Кто-то задал вопрос. Роберт, вы говорите, что мы не тело, мы сознание. Если мы сознание, что происходит с телом? Это интересный вопрос. Я уже объяснял это раньше. Мы это обсудим еще раз. Нет двоих. Нет тела и сознания. Есть только одно. Когда я говорю, что вы не тело, то имею в виду, что вы невидимость тела. Тело – это то, что видится. Оно кажется реальным, но на самом деле вы – сознание. Иначе говоря, то, что вы считаете телом, есть чистое сознание. Примером этого является вода в мираже. В этом примере песок – это сознание, а вода – это тело. Песок вам представляется водой. Но вы знаете, что это мираж. Когда вы пытаетесь схватить воду, что вы хватаете? Песок. Потому что воды никогда не было. Но кажется, что она есть. Она выглядит реальной, и вы готовы поклясться, что там вода. Но как только вы обнаруживаете, что это мираж, то больше никогда не обманетесь. Каждый раз, когда вы будете проходить мимо, то будете смеяться, потому что знаете из опыта, что на самом деле это песок. Точно так же с телом. Кажется, будто оно реально. Но при исследовании обнаруживается, что это не так. Что я имею в виду под при исследовании? Если вы поместите тело под электронный микроскоп, то увидите много огромных промежутков. Громаднейших промежутков между всеми клетками, между всеми атомами. То есть тело не является тем, чем кажется. Так это кажется. Поэтому мы можем сказать, что тело не таково. Есть только сознание. Но давайте не будем путаться. Не думайте, что я не тело, а я сознание, будто бы есть двое – тело и сознание. Тело просто не существует, так как кажется. Поэтому мы можем сказать, что на самом деле тело – это сознание. Сознание – не тело. Если вас это приводит в замешательство, перейдите, к примеру, с водой в мираже и скажите «Песок как сознание, вода как тело». Тело кажется реальным, подобно воде в мираже. При исследовании вы обнаруживаете, что вода – это песок. То есть при рассмотрении вы обнаруживаете, что тело – это сознание. Тела нет. Но вы разрешили своей я-мысли породить тело таким, как оно кажется. Тело – это только я-мысль. Чтобы функционировать, тело выдумывает ум. Сознание – это реальность. Но по каким-то причинам вы оказались под гипнозом и верите в я. Как только в роль вступает я-мысль, в игру вступает тело. Чтобы тело функционировало, должен быть ум. Все это появилось из вас. Вы породили это из я-мысли. Теперь вернемся назад. Рассуждаем и начинаем понимать, что тело не существует таким, как кажется. Снова, если вы поместите свое тело под электронный микроскоп, то не увидите тело. Вы увидите фантастические промежутки между всеми атомами. Атом – это не тело. Поэтому с научной точки зрения тела нет. Если тела нет, ум не нужен. Тогда его тоже нет. Есть только сознание. К сожалению, пока вы отождествляетесь со своим телом, весь мир и вся Вселенная оказываются для вас реальными. Мир реален только потому, что вы верите, что вы тело. Уберите это представление, и мира нет. Вы говорите, как я могу существовать, когда нет мира. Когда вы это заявляете, то говорите с точки зрения индивидуума, который считает себя телом. Вы можете сказать, как я могу существовать без тела. Если мира нет, как я могу существовать без мира. Все это с точки зрения тела. А разве вы не видите, что если приходите к осознанию, что вы не тело, то мир необязателен? Потому что сознание не индивидуализировано. Сознание пронизывает все. Содержит себя в себе. Это абсолютная реальность. Сознание есть всеприсутствие. Иначе говоря, когда вы обнаруживаете, что я есть сознание, тогда вы становитесь вечным, всеприсутствующим. И не существует ничего, кроме сознания. Ничему нет места. Сознание – это абсолютная реальность, чистое осознавание. Больше ничего нет. Но вы сами должны прийти к этой реальности. Когда я говорю об этом, то делаю это из своего переживания. Я вижу мое тело, и я вижу ваши тела. Но я вижу это, как воду в мираже. Меня не обманешь, поскольку я осознаю, что я есть то. Я есть. Сад-Чи-Та-Нанда. Есть только сознание. Фокус в том, чтобы не отождествляться с миром и телом. Вы это делаете, понимая, что во всем виновата я. Вы отслеживаете «я» обратно до его источника, и тогда пробуждаетесь. Вы пробуждаетесь в качестве сознания. Не моего сознания, не вашего сознания, а просто сознания. Так же возникает вопрос, как мы все можем быть сознанием и все быть индивидуализированными, осознавая, что мы сознание. Так это не работает. Вы не индивидуализированы. Вы есть одно окончательное сознание. И мы есть то. Конечный ум не может этого постичь. Это за пределами концептуального мышления. Потому что, когда вы начинаете думать о себе как о сознании, некоторые из вас рассказывают, что у вас кружится голова, когда вы об этом думаете. Но идея не в том, чтобы думать об этом. Потому что, когда вы об этом думаете, то используете свой ум. Вы должны стать осознающими. Осознавание должно пробудиться внутри вас. И осознавание скажет вам, что вы есть сознание. Без слов, без мыслей, без мышления, без вопросов. Вы есть чистое, неизменное сознание. Но не как индивидуум. А как всепронизывающее всеприсутствие. Еще один вопрос, который люди часто задают. О, Роберт, когда я встаю практиковать Атма-Вичару, самоисследование, могу ли я говорить, что я есть Брахман, я есть Бог, я есть сознание? Да, вы можете, если понимаете, что делаете. Когда вы говорите, я есть Бог, например, я не имею в виду, что Роберт – Бог, или Фред – Бог, или Мэри – Бог. Так может быть только с эгоистической точки зрения. Эго никогда не может быть Богом. На самом деле вы имеете в виду, я есть Бог, сознание – это одно и то же. И тогда вы можете сказать, я есть сознание, или я есть Брахман, или я есть Бог. Но неправильно говорить «я» в качестве эго есть Бог. Тогда ваше эго станет таким раздотым, как никогда. Именно эту ошибку делают большинство крупнейшей эйдж – мистической группы. Им нравится ходить повсюду и говорить «я» Бог. Но они имеют в виду себя физически. Даже когда вы говорите «на самом деле я не тело, я Бог», они все равно думают, что под «я» подразумевается их принцип тело-ум. Но это не будет правильным, пока вы не выйдете за пределы этого и не осознаете «я есть Бог». Я есть сознание. Я есть абсолютное осознавание. Я есть чистая разумность. Я есть то. И это правильно. Делая такое заключение, вы не оцениваете его. Потому что если вы оцениваете его, то используйте свой ум, чтобы прийти к такому заключению. С помощью ума вы никогда не придете к этому заключению. Ум становится все слабее и слабее, если вы не приходите ни к какому заключению. Потому что когда вы не приходите ни к какому заключению, ум становится оцепеневшим, он застигнут врасплох, он не знает, к чему относиться, он теряет свою силу. Поэтому вы говорите «я есть Брахман», что по сути означает «я есть Брахман». Это полностью забирает вас от вашего тела. Вы даже не думаете о своем теле. Я есть сознание, я есть абсолютная реальность. Я есть Сат-Читананда. Я есть никогда не рождалась, никогда не умрет. Вы не думаете. Теперь вы можете практиковать самоисследование. Когда вы говорите «я есть» и замолкаете, как только ум начинает что-то вам рассказывать, вы практикуете самоисследование. Вы спрашиваете, кому это приходит. И снова вы никогда не даете ответ. Если к вам ничего не приходит, вы можете сказать «я есть Сат-Читананда». Больше ничего. Спокойствие, тишина. Нет вопросов. Если к вам приходит мысль, вы спрашиваете, кому это приходит. Если что-то говорит «это приходит ко мне», вы отслеживаете его полностью. Кто этот «я», кто «я», кто «я», что является источником «я», вы держитесь за «я» и отслеживаете его до сердечного центра, где оно исчезает. Тогда вы можете вернуться и сказать «я есть Бог» и проделать ту же процедуру. Если вы будете делать это достаточно часто, я могу вас заверить, что внутри вас что-то произойдет. И вы все меньше и меньше будете думать о теле. По мере того, как будут проходить дни, недели, месяцы, вы перестанете беспокоиться о своем теле. Многие люди говорят «Роберт, вы принимаете витамины, вы заботитесь о своем теле». Это правда. Тело само заботится о себе. Видимость заботится о себе. Я не думаю об этом. Кто-то дарит упаковку витаминов. Я принимаю их. Я не думаю о том, что это сделает меня сильнее или что от этого я буду себя лучше чувствовать. Давайте посмотрим правде в глаза. Как долго будет жить тело. Не важно, что вы делаете, однажды оно исчезнет, так или иначе. Поэтому вся возможная в мире забота о вашем теле ни на йоту не изменит предопределенность. Однако некоторые из вас так привязаны к телу, что думают, что могут продлить свою жизнь. Мы думаем, что можем заставить тело жить вечно. Вы бы хотели, чтобы ваше тело жило вечно? Вы бы хотели прожить тысячи лет? Наблюдая человеческую жестокость друг к другу. Защищая свои права. Ища повода для ссоры. Пытаясь что-то исправить. Большинство из вас едва выдерживают 80 лет. Представьте, что у вас есть 200 или 300 лет. Это было бы невыносимо. Поэтому приходит время, когда вы покидаете тело, как вам кажется. В действительности нет тела, чтобы его покидать. Это видимость. Если вы занимаетесь практикой, если вы были хорошим мальчиком или девочкой, то вам больше не нужно будет брать другое тело. Вы существуете как сознание. В той мере, в которой вы увлечены движениями вашего тела и верой в мир, в ваш ум, в этой же мере вы будете затянуты обратно на Землю в качестве другой видимости. Вы будете проходить через одну и ту же муторную процедуру снова и снова, пока не перестанете быть привязанными к вашему телу и Земле. Когда я говорю о том, чтобы не быть привязанными, я не имею в виду, что вы должны забыть о вашем деле, так сказать, позволить ему разлагаться. Если вы не принимаете душ, это вас пахнет. Вы думаете, что вам не нужно есть, и вы угасаете. Вы делаете всякие сумасшедшие вещи, подобные аскетам, которые верят, что занимаются покаянием. Все это не является необходимым. Если вы обратите внимание на свое тело, оно всегда заботится о себе. Оно проживет столько лет, сколько должно прожить. Вы обнаружите, что все разворачивается так, как должно. Вы должны доверять жизни. Пока вы чувствуете, что привязаны к телу и миру, вы должны доверять жизни. Вы можете это сделать. Иначе говоря, вы должны верить, что Вселенная вам друг. Она может только помогать и любить вас, ничего больше. Вы должны начать понимать с точки зрения ума, что есть одна жизнь, и это жизнь Бог, и это жизнь, ваша жизнь сейчас. Субстанцией всего существования является блаженство, и вы есть то. Если вам нужно использовать свой ум, то вот как вы должны это делать. Думайте об этих высших вещах. Думайте о себе как об абсолютной радости. О том, что все ваши потребности удовлетворяются изнутри. Все, что вам нужно, будет обеспечено силой внутри вас. Лучше так вообще не думать. Лучше не думать. Но если кажется, что ваш ум доминирует над вами, думайте о высших вещах. И настанет день, когда вам больше не надо будет думать об этом. Вы станете чистым осознаванием. А до этого делайте все, что можете. Постарайтесь оставаться счастливыми. Не позволяйте никаким обстоятельствам в этом мире огорчать себя, злить себя или заставлять вас реагировать негативно. Потому что, когда вы поймете, как устроен мир, тогда осознайте, что как бы вы ни реагировали, вы причиняете это себе же. Поскольку есть только одно истинное «Я». То, что я думаю о вас, и то, что я причиняю вам, это я причиняю себе. Поэтому я могу только любить вас. Меня не интересует, кто вы есть или что вы делаете. Я могу только любить вас. Вот как вы должны думать, если отождествляетесь с телом. Но самый лучший способ, конечно же, исследовать, кому приходят все эти вещи. Все эти хорошие вещи, все эти беспокоящие вещи, кто их думает. Но, конечно, я. Держитесь за «Я», отслеживайте «Я» до источника. Это самый лучший путь. Но если вы должны играть в игры ума, чувствуйте так, будто бы вашей настоящей природой является Бог, и что все в порядке, ошибок не бывает. Все находится на своих местах, разворачиваясь так, как должно. Не жалейте себя. Все, что происходило с вами, предопределено. Чтобы избавиться от этого, не нужно привязываться к проблеме. Нужно исследовать, для кого есть эта проблема. Снова и снова, опять и опять. Пока вы не станете свободными. Вопросы, утверждения или ответы. Я думаю о том, что этическое обучение или этическое стремление к сознанию, отождествленному с телом, возможно, обречено на поражение. Скорее всего, нужно не это. Для сознания нужно отбросить отождествление с телом. И это, вероятно, единственный шанс на проявление этического поведения. Вы бы могли меня поправить, если я ошибаюсь? Начнем с того, что сознание никогда не отождествлялось с телом. Сознание никогда не отождествлялось с телом. Сознание ничем не становилось. Оно содержит себя в себе, абсолютная реальность. Все должно уйти, но не вините сознание. Сознание – это реальность, и больше ничего нет. Все остальное исходит из вашего ума. Вы бы могли сказать, что пока все не станут отождествляться только с сознанием, нравственное поведение не имеет шансов на этой планете? Нет, вся ваша идея неправильная. Нравственное поведение, безнравственное поведение не существует с точки зрения сознания. Это только часть ума. Когда ум уходит, такие мысли вас не посещают. Такое мышление порождается только с помощью ума. Пока вы думаете своим умом, вы будете думать о нравственном и безнравственном поведении и всем остальном. Когда выходишь за пределы ума, такие вопросы не возникают. То есть, что бы ни происходило, оно просто принимается? Нет никого, чтобы что-то принимать. Что бы ни происходило, оно просто наблюдается. Кем? Никого не остается, чтобы наблюдать. Что бы ни происходило, оно просто происходит. Смех. Ничего не происходит. Смех. Ничего никогда не происходило, и ничего никогда не случится. Возможно, нужно удерживать это сознание и выполнять так называемые обязанности в рабочем мире, как бы видеть, что ничего не происходит. Снова вы работаете, исходя из ложных предпосылок. Никого нет, чтобы наблюдать. Никого нет, чтобы что-то делать. Деятель уничтожен. Есть только сознание. И все. Когда босс говорит, сделай это, Джордж, в этот день. Это ваша обязанность, эти три вещи. Но что должно проживаться? Тело о себе позаботится. Просто делает бездумание. Оно будет делать то, для чего сюда пришло. Но требуется ум для того, чтобы выполнять задание. Ум не имеет к этому никакого отношения. Тело просто выполняет задание бездумания. Это как та сила, которая выращивает манго на манговых деревьях, которая выращивает пшеницу, которая заставляет солнце светить. Та же сила движет вашим телом и заботится о нем. Вы не имеете к этому никакого отношения. Даже если это что-то, что обычно требует какого-то размышления или анализа в человеке, в этом случае, когда человек отождествлен с сознанием, это просто происходит бездумание, нет никого, чтобы отождествляться с сознанием. Никого не остается, чтобы отождествляться с сознанием. Есть только сознание. И видимость тела сама о себе позаботится. Могу ли я сказать начальнику, кто я? Меня здесь нет. С кем вы говорите? Кто вы? Что вы? С какой точки зрения вы задаете вопросы? С точки зрения вашего эго. Если бы вы были самореализованы, этот вопрос никогда бы не возник. Все образовывалось бы само как надо. Мы всегда должны видеть большую картину. Никого не остается, чтобы видеть какую-то картину. Вы все еще говорите так, будто бы есть двое. Больше этого мне недоступно, только видеть большую картину. Кто видит? Или осознавать большую картину? Кто осознает? Разве вы не видите, когда вы пробуждены, никого не остается, чтобы что-то делать? Кто тот, кто пробуждается? Никто. Потому что никто никогда не засыпал. Тогда что же выходит за пределы эго? Ничего. Эго никогда не было, чтобы его превосходить. Эго никогда не существовало. Мы говорим об этом просто ради того, чтобы поговорить. Когда вы пробуждены, вы осознаете, что эго никогда не было. Ума нет, мира нет, Вселенной нет, Бога нет. Есть только то, что было всегда. И вы есть то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok